почему я считаю что воркзила идеально подходит для новичков первое это уровень заданий здесь 90 процентов по моему мнению заданий именно для новичков то есть они требуют меньше времени они возможно вообще не требуют навыков ну и оплачиваются конечно меньше но я имею ввиду меньше по сравнению с другими биржами фриланса где дают более дорогие задания но там нужно иметь либо там образование например программирование там узнать веб-дизайн копирайтинг ну и так далее то есть если у вас принципе эти знания пока еще нет или они есть на таком зачаточном состоянии то есть вы еще не прям спец своей профессии воркзила вам идеально подойдет то есть здесь не все задания за 100 рублей здесь вот мы видим 700 тысяча и так далее и ну до бесконечности можно найти заказы но более дорогие просто их тут меньше чем на других сайтах второй важный пункт это порог входа ну что имею ввиду сейчас если я хочу поработать на воркзиле я оплачиваю подписку за 100 рублей на 30 дней ну то есть на месяц и могу видеть ну все за все задания и предлагать свою кандидатуру и эти 100 рублей конечно же я отбиваю с первого заказа там любой можно взять тут минимум потому что заказа 100 рублей можно взять из одного заказа уже отбиваете по сравнению с другими сайтами но вот давайте даже для примера сейчас вам покажу например сервис фриланс где такие более профессионалы работают если мы перейдем вот сюда платные сервисы здесь нужно покупать бизнес аккаунт то есть без него вы навряд ли сможете найти задание потому что почти все задания когда выкладывают указывают что у исполнителя должен быть бизнес аккаунт его цены мы видим от 540 рублей до 1100 за месяц вот мы видим на один месяц то есть это уже дороже в пять раз нежели чем на ворк силе или же на сайте web lancer если мы переходим но здесь они раньше были бесплатные ну насколько я помню я мало пытался работать на этом сайте но сейчас если мы перейдем в тарифы для фрилансеров и видим что здесь цена вообще указывается для категорий то есть например если вы хотите заниматься именно наполнением сайтов вам нужно заплатить 3 доллара то есть это наверное за месяц но опять же но не суть важна просто что здесь вообще оплачивается именно по категориям я не говорю что эти сайты плохие но мы в этом видео рассматриваем именно для новичков и поэтому ну новичкам оплачивать вот так каждую например категорию смысла конечно же нету это подходит для тех если вы прям просто занимаетесь именно наполнением сайтов выводом спец вас куча работ в портфолио и вы понимаете что вы легко найдете заказчика если вы будете искать проекты именно в одной категории да вот мы видели ведь выбрали и видим что три доллара это в месяц оплачивается то есть если вы хотите например брать заказы в нескольких категориях видите какие то есть бесплатные например мы хотим выбрать нескольких категориях и уже это 9 долларов в месяц то есть примерно там 600 рублей вам нужно заплатить бесплатные категории это те которые менее конкуренты то есть цена также зависит от количества конкуренции чем больше исполнителей тем дороже будет стоить эта категория короче нам не подходят такие варианты и поэтому бородила здесь опять же выигрывает третий пункт можно стартовать без каких-либо навыков здесь есть задание ну вообще элементарные например пока самое простое которое я видел ну первое это конечно транскрибация то есть если вы просто ну зрячий и слышите вы знаете буквы ну и у вас конечно же есть компьютеры потому что с него вы выходите на этот сайт то вы можете брать транскрибацию и и именно здесь очень много то есть это перевод аудио в текст то есть вы слушаете ну текст и печатаете текст отдельно у меня есть об этом статья которую я кстати писал еще вот несколько лет назад именно из таиланда именно делюсь ну первым своим опытом заработка именно на транскрибации ссылку я оставлю посмотрите возможно вам будет полезно но еще одно из таких прям заданий банальных которые не нужны но не требуют навыков это например ну своем городе сходить магазин купить определенный тип вафель с ними сделать фотографию и отправить на проверку это задание стоит 500 или 700 рублей не помню то есть вот до такой вот но банальных вещей можно найти похожие задания но это конечно скорее редкость исключение чем правило и лучше нарабатывать какой-то навык и уже ну чтобы более регулярно брать задание четвертый пункт это маленькая конкуренция хоть и здесь но много исполнителей но во-первых не все они активны и во вторых здесь куча как бы ну не адекватов я это знаю не понаслышке потому что я также даю задания то есть вот видите что я выполнил 127 а заказал 29 ну то есть 30 заданий я уже также давал искал исполнителя и много человек попадается которые ну блин вообще не знаю какие-то правда неадекватные и трудно даже найти исполнителя то есть не поэтому у вас будет конкуренция небольшая по сравнению опять же ну все же познается в сравнении по сравнению я имею ввиду опять же с теми же сайтами например freelance.ru где здесь прям такие монстры прям такие исполнители ну которые берут конечно дорого но и делают работу очень качественно и к ним чаще обращаются но здесь ну я считаю что нет как таковой конкуренции есть конечно некий пул исполнители которые наберут там много заказов и качественно выполняют уже умеют работать с заказчиками но здесь тоже ну такая спорная ситуация например я когда-то был в топ 200 исполнителей я когда он много прям делал заданий как мы видим ну что 127 выполнено это довольно много и я был вроде на 146 месте но по исполнителям и со временем ты как бы уходишь с воркзилы ты нарабатываешь навык у тебя все лучше получается появляются постоянные клиенты и в принципе ну нет нужды уже искать заказы потому что постоянные клиенты в принципе обращаются и у меня было время когда я целый год не работал и у меня даже рейтинг из-за этого понизили потому что здесь чем дольше ты не работаешь тем старые заказы которые ты делал но они как бы забываются и то есть вот я возможно был для кого-то конкурентом но потом я ушел с воркзилы и то есть место получается освободилась поэтому конкуренции бояться не стоит ну я надеюсь вас убедил что это классный сервис особенно для старта поэтому давайте теперь посмотрим админку поподробнее как только вы зарегистрируетесь вам предложат посмотреть инструкцию вот здесь вы можете повторно выбрать и посмотреть советую вам с ней ознакомиться тем более недавно меняли дизайн и какие-то элементы изменили далее вам нужно получить первый рейтинг потому что пока у вас нет рейтинга вы когда оставляете заявку на выполнение задания у вас рядом стоит надпись новичок это не good ну потому что сразу видно что вы еще в принципе не выполнили нет ни одного задания и с вами работать как-то ну не очень охота я первое задание взял в принципе довольно быстро но я предложил выгодные условия я предложил цену меньше чем ну стоит задание и в принципе у меня получилось его взять и выполнить я получил первый рейтинг но еще недавно ввели такую штуку вот мы видим что вы можете увеличить свой рейтинг выполнив простые задания от workzilla просто нажимаете выполнить и выполняете они не сложные тут надо вот написать какой-то пост ну не сложно в принципе выполните и у вас уже будет первый рейтинг далее перейдем в профиль и здесь делаем небольшие настройки но первое фото советую вам ставить свое личное как мы видим хоть она здесь какое-то размазанное но все равно это лучше чем какая-то на картинка непонятная ниже заполните номера кошельков куда вы потом будете выводить свои деньги далее в пункте телефон заполните телефон уведомлениях ну у меня вот так все настроено почти все уведомления но выставлены чтобы я их получал и на e-mail и когда он на сайт открыт чтобы кликала что но там какие-то действия происходит с теми заказами которые вы но оставили заявку единственное я убрал вот это уведомление чтобы когда меня не выбирают исполнителям мне об этом не сообщали это очень часто начинает пиликать и раздражает ниже важный пункт вот здесь нужно выбрать любая цена то есть не ставьте порог цены никакой почему об этом я вам попозже сообщу ну и здесь настройках исполнителя у меня стоят все специализации потому что ну мало ли человек может ошибиться выбрать не ту специализацию в которой хотел разместиться или возможно вы можете ему помочь короче я выбираю все и просматриваю наиболее интересное задание а вот здесь нужно цена заданий также выбрать любая цена то есть не выбирайте никакой порог нажимаем сохранить и в принципе мы готовы работать переходим во вкладку исполнитель и здесь просто изучаем внимательно все задания которые вам могут быть потенциально интересные разворачиваем описание читаем и нажимаем согласиться если хотим согласиться пишем текст приветственный пишем почему именно вас нужно выбрать и нажимаем отправить